МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События дня в настоящем времени. В студии в Вашингтоне. Я Лесь Кругляков. Здравствуйте. Смотрите сегодня. ООН предупреждает об углублении гуманитарного кризиса в сирийском городе Алеппо. МВД Украины обнародовало новые видеокадры, на которых зафиксированы возможные убийцы журналиста Павла Шеремета. Сегодня вечером в Рио-де-Жанейро открываются летние Олимпийские игры. Обзор новостей начнут наши коллеги в Праге. Я приветствую Шахиду Якуб. Шахида, вам слово. Спасибо, Олеся. Филис Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Жители Алеппо на подконтрольных повстанцам территориях сообщают о проблемах с продовольствием. Врачи предупреждают, что через два дня они смогут оказывать только срочную медицинскую помощь. Алеппо стал эпицентром одним из самых ожесточенных боев за пять лет сирийской войны между правительственными войсками и повстанцами. Эти кадры отсняли местные активисты в районе Салахиддин. Местные жители и спасатели пытаются вынести раненых из завалов и вытащить трупы. Точное количество погибших в результате обстрелов и авианалетов пока неизвестно. В то же время российские военные сообщают о том, что гуманитарный коридор в районе Салахиддин открыт и район покидают местные жители. Это кадры из российского агентства РАПТЛИ. Сегодня нами было привезено сюда 8 тонн гуманитарного груза. Более 200 человек сегодня прошло пропуск. Соответственно, сейчас им оказывается гуманитарная помощь в виде круп, консервов и так далее. Соответственно, дальше будет оказана медицинская помощь, работа психологов, после чего на автобусах они будут увезены в места временного проживания. Гуманитарная ситуация в подконтрольных оппозициях районах становится критической. Спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгелан заявил, что ООН изо всех сил пытается добраться до мирных жителей в осажденных районах. Для этого необходимо временное прекращение огня всеми сторонами, сказал он. Вы представляете, как тяжело сотрудникам гуманитарных агентств, имея в своем распоряжении грузовики, все необходимое и людей, готовых рисковать жизнью, чтобы это доставить, но не иметь возможности добраться до людей, которым нужна помощь. Главная причина – это не просто бои, это перекрестный огонь. Бои идут повсеместно, но особенно в осажденных районах. На прошлой неделе сирийские правительственные войска полностью окружили районы контролируемые повстанцами, таким образом отрезав их от линий жизни. Повстанцы пытаются прорвать блокаду, однако пока сделать этого им не удается. Сирийскую армию с воздуха прикрывает российская авиация. Под контрольные оппозиции районы подвергаются бомбардировкам практически беспрерывно. В то же время гуманитарная организация «Врачи за права человека» сообщает, что в результате бомбардировок сирийской армии из строя вышли 6 больниц. На днях три ракеты упала на еще один госпиталь в восточной части Алеппо. Как сообщает в своем твиттер-блоге, британский медик Таокир Шариф, работающий в одной из больниц Алеппо, в городе заканчиваются медикаменты. Бомбовые удары не только повреждают здания больниц, но и выводят из строя медоборудование. По его словам, в их больнице осталось еды для медперсонал только на 15 дней, а дизели только на 2 дня, после чего оборудование работать не будет. В то же время агентство «Рейтер» сообщает, что российские бомбардировщики нанесли удар по деревне Аля-Тариб, находящейся в 20 километрах от турецкой границы. Эту территорию контролирует оппозиция. В деревне располагаются лагеря для временно перемещенных лиц. В результате авиаударов погибло по меньшей мере двое детей и около 30 человек ранено. Эту информацию передает независимая сирийская мониторинговая группа. Посмотрите, вот в эти палатки целились российские самолеты. По деревне было нанесено 10 ударов. Сбрасывали кассетные бомбы. Видите, гражданские лица, которые жили в этих палатках, убежали от военных действий в других городах. Они жили в этих палатках. Пострадали дети, простые люди. В Алеппо и его окрестностях люди гибнут от пулей бомб, а на юго-западе страны они умирают от голода. Сирийская правительственная армия взяла в окружение города Мадай и Дарая более года назад. По словам врачей, за это время от голода умерло по меньшей мере 65 человек. Мы переходим к сообщениям из Украины. Как сообщает Центр антитеррористической операции, на протяжении прошедших суток было зафиксировано 42 случая открытия огня со стороны сепаратистов. 21 раз на Донецком направлении, 19 на Мариупольском и 2 на Луганском. Вблизи города Марьенко зафиксирован огонь из зенитной установки, а также отмечается активизация снайперов, сообщают украинские военные. В то же время украинские волонтеры готовят на фронт к приему новых новобранцев. Из-за демобилизации на линии фронта ожидаются масштабные перестановки. Одна из наибольших проблем, с которой столкнутся новобранцы, минные поля не обозначены на картах. Подробности в репортаже. Мины на обочинах, под табличками, с проводами и без обозначений, просто в поле. Ловушки для противников могут стать ловушками для новобранцев, говорят военные. Данное расположение мин, если такие есть, при ротации военные не всегда успевают передать своим преемникам. Разминировать поля должны военные саперы или спасатели. Но на деле эту работу приходится делать рядовым военным. По маршруту, если идешь, заметил, лучше убрать, а бы никто больше не напорвался. Таким образом, опять же, при помощи кошки или же подручных средств, камушек на веревочку вперед, пытаясь опротянуть камушкам, как получится. Камень или бутылка на веревке – единственное подручное средство для простого солдата. Специальное приспособление есть только у специалистов. Предмет входит в состав вооружения исключительно инженерно-саперных войск. У обычного простого бойца, понятно, такого как бы инструмента нет. Зацепки для снятия растяжек бывают разной формы. Многие из них стоят недешево. И это при том, что даже они часто не могут снять растяжку. Харьковчанин Андрей Тауба изобрел свою зацепку – травяную кошку. На сегодня кошка Тауба самая эффективная, признаются специалисты по разминированию. А себестоимость ее – менее двух с половиной долларов. Реально очень дешево. И, ну, это три копейки. Ну, в общем-то, по сравнению с жизнью бойца, по сравнению с тем, что люди подрываются на растяжках, и лечение, ну, несоизмеримо дороже. Со своим изобретением Андрей Тауба обратился в Министерство обороны. Там новшества сначала одобрили, а потом от него отказались. Саперные приспособления рядовым военным все же привозят за счет волонтеров. Почти четыре тысячи кошек Тауба попали на фронт благодаря пожертвованиям обычных граждан. Рядовому солдату саперные приборы не нужны, говорят в Министерстве обороны. Разминированием по правилам должны заниматься только спасатели и инженерно-саперные войска. Наши солдаты сейчас находятся в обороне, то есть такой особой необходимости для того, чтобы они передвигались в зону боевого соприкосновения, как бы не существует, правильно? Но если будем наступать, тогда будем делать проходы. Разминирование, пожалуй, вторая по важности задача в зоне АТО. Убрать все мины, даже если боевые действия закончатся, удастся не раньше, чем через 10 лет. Дарья Соловьева, Зиновий Стефанюк. Настоящее время. Уже два года жители приграничной зоны с так называемыми ЛНР и ДНР смотрят только российские каналы. Нет у них и украинского радио. Эфир глушат сепаратисты. В итоге, как сообщает наш корреспондент, и без того недовольные киевской властью местные жители еще больше настраиваются против Украины. Какие меры собирается предпринимать Министерство информационной политики Украины для борьбы с российской пропагандой в районах, где проходит линия фронта, выясняла Ольга Калиниченко. Валентина и Владимир пытаются настроить приемник, чтобы поймать украинский канал. Говорят, иногда это выходит, но очень редко. Супруги живут в маленьком поселке около станицы Луганской. Рассказывают, украинского АТВ не видели уже два года. Смотреть приходится центральные каналы России и так называемых ДНР и ЛНР. Показывают Порошенко. Польша возлагает венок погибшим. Но так наклонился. Вы не видели? Наклонился и так нога. Говорят, дырявые в него носки. Такие мы новости смотрим. Чтобы узнать, как обстоят дела в Украине на самом деле, супругам приходится звонить знакомому в Черников или дочке, которая пользуется интернетом. Да, и на базаре. Каждый день на базаре встречаются, меняются новостями. Кто кого обстрелял, какие в Украине новости. Поставить спутниковую тарелку дорого. Около 100 долларов, а пенсия всего 60. Вот и приходится смотреть только то, что показывают. А потом проверять, правда это или нет. Опять вот Донецк показывают обычно, вот Новороссия или что там показывают. Ну, как говорят, театры работают, все работает, все хорошо. А, у них театры, Новороссия, театры. В Министерстве информационной политики говорят, проблема решается. Правда, медленно. Так как украинские трансляционные вышки захвачены сепаратистами и перенастроены на российское ТВ, а украинские ферглушат, то нужно строить ретранслятор. Но денег на это правительство не выделяет. Для того, чтобы начало вещать украинское телевидение, мы должны построить в этом месте новую вышку. Там, где у нас белое пятно. Мы отстраиваем вышку на Карачуне, чтобы закрыть север Донецкой области. Вышку на Донецк мы даже не начали строить. Вышку на Луганск нам пообещали партнеры. До конца третьего квартала мне обещают ее поставить. А пока в Министерстве обещают, что вот-вот жители Луганской и Донецкой областей услышат украинские каналы, сепаратисты продолжают рассказывать свою правду. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время, Луганская область. А теперь новости из Вашингтона. Президент Обама выразил сомнение в том, что США могут доверять России как партнеру в вопросе прекращения гражданской войны в Сирии. «Я не уверен, что мы можем доверять России и Владимиру Путину, и поэтому нам нужно проверить, сможем ли мы добиться реального прекращения боевых действий», сказал Обама, выступая в четверг в Пентагоне. По словам президента, может оказаться, что Россия не способна помочь в прекращении насилия либо потому, что не хочет, либо потому, что не имеет достаточного влияния на Асада. Президент также рассказал журналистам, что в последние недели удалось достичь прогресса в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии. Однако признал, что экстремистская группировка по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов, поскольку меняет тактику вербовки и призывает своих последователей совершить одиночные атаки. А тем временем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о захвате боевиками ИГИЛ 3000 иракских крестьян. Как говорится в отчете, 12 заложников были впоследствии казнены. Отчет был опубликован вслед за сообщениями Иракской обсерватории прав человека, в которых говорится о еще 2000 мирных жителей, которых боевики использовали как живой щит во время атак иракских сил безопасности. США и Грузия будут расширять сотрудничество в сфере обороны и обмена информацией, а также других ключевых военных сферах на фоне продолжающейся российской оккупации грузинских территорий. Об этом сообщила двусторонняя рабочая группа по вопросам обороны и безопасности. В ходе встречи США заверили Грузию, что поддерживают ее стремление к интеграции в евроатлантические институты. Обе стороны также вновь призвали Россию вывести свои войска из грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года. В понедельник исполняется 8 лет с начала военного конфликта, в результате которого Грузия утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией, а Россия признала независимость этих территорий. Заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер считает, что подобные действия России противоречат нормам международного права. На данный момент, учитывая действия России, которые мы наблюдаем повсеместно, будь то в Украине, Сирии, Грузии или других местах, мы не видим перед собой партнера, который разделяет наши ценности, который готов действовать с уважением к международному праву и нормам. И это представляет проблему. 50 лет назад в Техасском университете в городе Остин произошла массовая стрельба университета жизни 17 человек. Этот инцидент стал первым подобным событием в новейшей американской истории. Сегодня дочь полицейского, который 50 лет назад участвовал в ликвидации снайпера Чарльза Уитмана, сама служит в полиции и патрулирует те же самые районы Остина, что и ее отец. В день памяти погибших в перестрелке 50 лет назад, офицер полиции Моника Маккой утешает вдову сотрудника остинской полиции Билли Спида. Вскоре после того, как офицер полиции Спид приехал к месту происшествия на кампусе, в него попала пуля. Джанис Спид Шоун тогда был 21 год. Молодая пара была жената всего два года. Нам было очень хорошо вместе. И даже сегодня мне тяжело вспоминать о том, что произошло. Моника Маккой родилась спустя несколько лет после трагедии, но она чувствует неразрывную связь с происшедшим. Ее отец, Хьюстон Маккой, был одним из тех полицейских, которые поднялись на башню и застрелили снайпера. Ночами она патрулирует те же улицы города, которые когда-то обходил дозором ее отец. Иногда я задумываюсь об этом. Мне бывает очень тяжело, и я смотрю наверх, на эту башню, и не могу поверить в то, что там когда-то произошло. Сегодняшние сотрудники полиции несравнимо лучше экипированы по сравнению с 1966 годом. Как только они выходили с патрульной машины, они моментально теряли связь друг с другом. Спустя два года после стрельбы на кампусе ее отец ушел с работы в полиции и перешел на службу в авиацию. Но в детстве Моника все время слушала его рассказы о полицейской службе. Его старые рабочие фотографии, которые я рассматривала, произвели на меня очень глубокое впечатление. После того, как ее дети немного подросли, Моника поступила в Академию подготовки офицеров полиции, которую успешно окончила в 2013 году. К сожалению, ее отец этого уже не увидел. Он умер годом ранее. В 2006 году она помогала организовывать встречу для тех полицейских, которые уничтожили снайпера в 1966. Ни один из них не любит, когда его называют героем. Мой отец любил повторять, что в тот день не было какого-то одного героя. В тот день тысячи были героями. Он был полицейским, он просто делал свою работу. Он все время говорил, что оказался в нужное время, в нужном месте, с нужным оружием в руках. Моника считает, что самое важное в работе полицейского – это помогать людям и защищать граждан своей страны. И этому ее тоже учил отец. По стечению обстоятельств, именно в день 50-й годовщины стрельбы в Остине вступил в силу закон, разрешающий студентам приносить оружие на занятия в государственные вузы штата Техас. Сторонники этой меры считают, что она поможет предотвратить инциденты со стрельбой, в то время как критики уверены, что закон поставит под угрозу безопасность университетских городков. Три профессора Техасского университета даже обратились в суд с требованием отменить действия закона в их отдельно взятых аудиториях, опасаясь за себя и своих студентов. 271 российский спортсмен сможет участвовать в летней Олимпиаде в Рио. Это решение Международного олимпийского комитета, о котором он сообщил в четверг вечером менее чем за сутки до зажжения олимпийского огня. В то же время 118 российских атлетов все же не были допущены к участию в Олимпиаде в связи с тем, с чем российская сборная оказалась самой маленькой с 1912 года. Тем временем спортивный арбитражный суд признал незаконным решением МОК о запрете на участие в Олимпиаде россиянам, которые когда-либо ранее подозревались в употреблении допинга. Вердикт дает шанс на участие в играх некоторым ранее отстраненным спортсменам, выступающим в таких дисциплинах, как гребля, плавание, борьба и велосипедный спорт. Впрочем, это не единственный скандал, сопровождающий нынешние Олимпийские игры. За считанные часы до официальной церемонии открытия наши корреспонденты выяснили, с чем еще придется столкнуться спортсменам в Рио. Олимпийский факел доставили в Рио-де-Жанейро на парусном судне. В городе его встретили уличные протесты, заставившие эстафету отклониться от заранее намеченного курса. И это далеко не единственная неоднозначная ситуация, связанная с этими играми. Взять хотя бы допинг-скандал вокруг России, из-за которого схлестнулись Международный Олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, настаивавшее на дисквалификации всей российской сборной. Не стоит забывать и об угрозе вируса Зика. В Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев врожденных дефектов, связанных с этим вирусом, который переносят комары. Еще одна проблема – качество воды в заливе Гуанабара, которая сильно загрязнена неочищенными сточными водами, в связи с чем действует неофициальное предупреждение. Привить спортсменов против гепатита А, избегать глотания воды, избегать тесного контакта с водой. Организация Amnesty International отмечает тревожный всплеск насилия в Рио. За последние три месяца, с апреля по июнь, число людей, убитых полицией в Рио, выросло на 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Рио уже прибыли спортсмены со всего мира. Некоторые, в том числе индийский борец Сакши Малик, считают, что награды стоят риска. Странно видеть, как меняются люди. Теперь, когда я вырываюсь к вершинам, они мной интересуются, а когда я начинала, не поддерживали меня. Моя семья и тренеры всегда меня поддерживали, но остальные смеялись надо мной, говорили, зачем ты занимаешься мужским спортом? Украинская гимнастка Ганна Резаддинова считает, что участие в Олимпиаде – это шанс еще раз привлечь внимание к ее стране. В этом, в этой Олимпиаде, я в первую очередь хочу получить удовольствие, в первую очередь насладиться этим моментом и, естественно, принести результат, результат себе, всей нашей команде, которая из года в год работала, вкладывала в меня. Для участия в Олимпиаде зарегистрировались более 11 тысяч спортсменов. Несмотря на скандалы, плохую воду, комаров и протесты – это момент, к которому многие готовились всю свою жизнь. Ведь вся суть спорта – в преодолении препятствий. Своё присутствие на церемонии открытия Олимпиады подтвердили 28 глав государств и правительств, хотя еще неделю назад в Рио ожидали приезда 50 лидеров. В частности, мы не увидим Барака Обамы, его заменит госсекретарь Джон Керри, и Владимира Путина, который не сможет приехать из-за рабочего графика. При этом не исключается, что Путин посетит Рио-де-Жанейро в один из дней проведения игр. Эфир из Праги. Россия отказала выдачи визы журналисту чешской газеты «Господарские новины» Онджию Соукупу. Посольство России официально отказалось комментировать причину невыдачи визы. Сам Соукуп считает это местью. В апреле этого года журналисту информагентства «Россия сегодня» Александру Куранову и корреспонденту российской газеты Владимиру Снегиреву отказали в аккредитации. Онджий Соукуп – один из ведущих чешских экспертов по постсоветским странам. Тогда призывал чешский МИД пересмотреть свое решение. А официальный представитель МИД России Мария Захарова обещала, цитата, «принять аналогичные ответные меры». Владимир Снегирев в интервью Радио Свобода признался, что сообщение об отказе Соукупа в визе очень удивило и расстроило его. «Именно он одним из первых пришел на помощь, когда в апреле чешский МИД не продлил мне аккредитацию. Во всем этом есть какая-то логика безумия. С одной стороны, по непонятным причинам отказали в аккредитации мне, а теперь лишили возможности приехать в Россию человека, который абсолютно лоялен к России и много хорошего о ней писал. Наши власти неадекватно повели себя в этой ситуации». Мы пригласили Онджея в нашу студию и поговорили о том, кто и почему не дает журналистам спокойно работать. Онджея, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Возвращаясь к событиям весны этого года, когда дом российским журналистам был отказан в правлении аккредитации, скажите, чем это было вызвано? Решение принимал чешский МИД на основании какого-то секретного доклада чешской контрразведки. И, в общем-то, и я, и мои коллеги, как бы, очень, несколько недель действительно усиленно пытались выяснить, что же в этой бумаге было. Собственно, единственный внятный ответ, которого я добился, что, типа, я тебе, конечно, сказать не могу, потому что гостайна и так далее. Но без, как бы, оснований этого не было. Да, и, собственно... Их подозревали в шпионаже? Ну, или в шпионаже, или работы на спецслужбе, или что-то такое. Оба журналисты, они заслуженные, пожилые. И, в общем-то, мне кажется, что если человек, если человеку 76 лет, он приехал полтора года назад в Чехию, он еще не говорит по-чешски, то, собственно, на какого-то Джеймса Бонда это не тянет. А эти журналисты сейчас, они в Чехии или их выдвали в Россию? Нет, они в Чехии, потому что, как бы, им только не продлили аккредитацию. Да, вид на жительство у них остался. И, соответственно, они никуда не обязаны были уезжать. Что, опять-таки, как бы, подтверждает мою теорию, что с угрозой национальной безопасности там, в общем-то, было не так уж, как бы, трагично. Тогда он же очень обидно получается. Им не выдали аккредитацию, не правили аккредитацию, но они остались здесь жить, а вам не выдали визу, и вы не можете поехать семью навестить. Насколько я понимаю, семья у вас в России. Да, сейчас они в отпуске в России. Я думаю, и я, и те двое российских журналистов просто попали под какую-то сложную игру спецслужб, потому что я, например, слышал, ну, понятно, это из-за области спекуляции, да, что на самом деле им не продлили аккредитацию, это был такой сигнал какому-то реальному шпиону, чтобы он, типа, поумерил свой пил, да. Понятно, что никак это подтвердить, не опровергнуть невозможно. Спасибо большое. Спасибо вам. МВД Украины обнародовало новое видео, на котором зафиксированы возможные убийцы журналиста Павла Шеремета. Автомобиль, в котором он находился, был взорван 20 июля. На видео можно увидеть мужчину и женщину. Их лица прикрывают кепки. В руках женщины пакет, судя по всему, в нем находилась взрывчатка. И именно женщина, по данным МВД, заложила бомбу под автомобиль журналиста. Видео состоит из данных с нескольких камер наблюдения. Следствие получило доступ к записям со 150 камер частных фирм и магазинов. Работа с видеозаписями еще продолжается. МВД пока не располагает данными о личностях подозреваемых. Следствие также активно ищет молодого человека, который, судя по видео, мог видеть и запомнить лицо подозреваемой. К сожалению, он на сегодняшний момент не установлен. Поэтому мы просим вас, как журналистов, те люди, которые смотрят, повторяю, просим установить это лицо, если он наблюдает эту программу, выйти к нам либо на горячую линию, либо на 102. Его показания будут очень важны для нас. И снова студия в Вашингтоне. Предлагаем перейти к более позитивным новостям. Многим жителям американских городов, увы, незнакомо это удовольствие проводить выходные на собственных шести сотках. Но как же тогда утолять исконную тягу горожан к земле? Эксперты предлагают заняться микросадоводством, доступным людям разных стран и разного уровня достатка. Хотя городские садоводы и ограничены в размахе деятельности, простор для фантазии поистине безграничен. Все овощи для обеда Шерри Майлс Коэн собрала со своей грядки. Шерри – психолог, жена и мама. А с прошлого года, когда ее семья переехала в этот дом в Вашингтоне, еще и огородник. Когда я была маленькая, моя тетя выращивала в своем саду на грядках зелень, картошку и лук. Теперь у Шерри есть свой сад-огород. У меня здесь растут помидоры, баклажаны, бамия, сладкий перец и много зелени. Дважды в месяц Шерри помогает садовый тренер Натали Карвер из компании «Любовь и морковь». У нас не так много места, поэтому мы используем буквально каждый сантиметр. Основатель «Любовь и морковь» Мэри Дис Шепперд говорит, что садоводство на крохотных участках – новый тренд, который приобретает популярность. Около 70% американцев что-то довыращивают. Обильный урожай можно вырастить где угодно, в контейнерах, вертикально на стене. Главное, чтобы было солнце. А свои овощи – это отличное качество при минимальных затратах. Конечно, это намного дешевле. Я вообще не покупаю овощи и зелень. Все со своей грядки. Кализа Хатчинсен родилась в Замбии, но выросла в США. Ее маленький садик приносит ей много радости. Мой отец был фермером, и это главная причина, почему я этим занимаюсь. Вообще, мне нравится садоводство в городе, но иногда я скучаю по природе. По словам Кализы, ее сад – это еще и украшение для ее дома. Превратить компьютерную игру в реальность можно не только в голливудских боевиках. Это показал конкурс «Форт Рос 2.0», который уже второй год проходит для российских школьников при поддержке посольства США в Москве. На этот раз лучшие квест-игры были представлены в интернете, а затем победители побывали на традиционном летнем фестивале в национальном парке «Форт Рос» в Калифорнии. Вот таким школьники из Череповца и Орехова Зуева победители конкурса «Форт Рос 2.0» представляли историческое русское поселение в Калифорнии, основанное еще в 1812 году Иваном Кусковым. А вот таким они увидели крепость-музей на берегу Тихого океана. И не только увидели, но и поучаствовали в ежегодном фестивале. И даже помогли местным волонтерам запустить восстановленную по чертежам из России первую в Калифорнии ветряную мельку. В общем, юные российские туристы здесь быстро почувствовали себя как дома. Этот колокол висел сверху, здесь в часове, но потом он был снят. И когда мы делали наш квест в гугл-карте, мы увидели только половину этой надписи. А сейчас я здесь, в «Форт Росе», и я могу прочитать надпись полностью, что этот колокол был сделан на заводе мастера-купца Михаила Макарова. И сейчас я могу даже в него ударить. Теперь школьникам из России впору самим водить экскурсии по местному национальному парку. А вы в курсе интересный факт, что за все время существования «Форт Роса» пушки не использовались как военные орудия? Они использовались только для того, чтобы привлечь корабли к берегу. Пожалуй, немного найдется военных крепостей с такой мирной судьбой. Крепостей, которые стали бы символом культурного, торгового и, если хотите, политического диалога разных народов. В 1836 году в «Форт Росе», согласно переписи населения, проживало 260 человек. Из них 120 этнических русских, 51 креол, 50 алеутов и 39 крещённых индейцев. Как видите, уже тогда поселение было интернациональным. История «Форта Рос» – это маленький, но яркий фрагмент мультикультурной мозаики Америки. И хотя формально история русского форта закончилась в 1841 году с продажей его американскому землевладельцу Джону Саттеру, но, похоже, всё самое интересное здесь только начинается. Мы в «Форте Росе»! Вадим Масальский, Сергей Маскалёв, Андрей Дегтярёв. Специально для настоящего времени «Форт Росе», Калифорния. А в штате Нью-Джерси прошёл фестиваль воздушных шаров. Несколько сотен тысяч гостей со всего мира смогли полюбоваться красочными аэростатами, побеседовать с пилотами и даже подняться на них в воздух. Обычно особое внимание гостей привлекают фигурные аэростаты с самой разной тематики. В Соединённых Штатах первое путешествие воздушного шара с человеком на борту состоялось в 1793 году. Тогда он поднялся в воздух в Филадельфии, а приземлился как раз в штате Нью-Джерси. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я Олесь Кругляков и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами завтра. Смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске смотрите «Трамп сказал, Трамп сделал». Что общего предвыборная риторика имеет с планами кандидатов в президенты США по Крыму, НАТО и России? Из России с любовью и без. Главные мифы о российских предпочтениях на грядущих американских президентских выборах. А также зачем Америке нужна модифицированная атомная бомба? Все это в субботу в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим Вашингтона и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов «Настоящее время». Я Шахида Якуб. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин